Всем привет! С вами Slayer. И в данном небольшом видео я хочу рассказать о фермах по майнингу. Вот сейчас вы наблюдаете одну из моих ферм. Эта ферма небольшая, всего-навсего на три видеокарты, которая копает как биткоины, так и лайткоины, и другие монетки тоже копает, в зависимости от сложности, от курса и так далее. Есть у меня еще одна машинка. Здесь у нас всего-навсего две видеокарты. Это такой консервативный вариант, собранный в корпусе. Теперь посмотрим, что у нас здесь есть. Ну, понятное дело, что от нового ферма составляет мощный блок питания, материнская плата и много видеокарт. Но единственное, что вот в данную ферму я оставил четыре карты, но все-таки им достаточно жарко, и поэтому я одну карту передащил обратно в верхнюю ферму. А так, в принципе, я добавил фермы более сильно натрученные, по 5-6 карт. На одну машину. И, конечно, такие машины очень сильно греются, то есть их нужно очень хорошо охлаждать. Поэтому у нас здесь дополнительно установлен вентилятор, плюс вентилятор и сверху. Теперь по потреблению. Ваттметр нам показывает потребление 1100 Вт. Это при учете того, что у нас блок питания с коэффициентом 80 плюс сильвер. На самом деле, при напряжении 220 Вольт он дает коэффициент как 80 плюс гол, но и сертифицирован как сильвер. Потому что сертификация идет по 115 Вольтам. Вот. То есть, с учетом этого, это примерно можно говорить о том, что эффективность при такой нагрузке у блок питания порядка 87% и, соответственно, потребление где-то, реальное потребление, то есть не 1100 Вт, а меньше. То есть, реальное потребление самой фермы где-то в районе 960 Вт примерно. А 1100 Вт это потребление от сети. И печальные новости, если вы вдруг думаете заняться вот этим майнингом сейчас, то это уже практически бесперспективно, потому что прибыльность ферм, она очень низкая. И снижается с каждым днем, снижается. То есть, если в начале 2013 года такие фермы могли бы приносить по 3-4 тысячи прибыли в день, то сейчас они приносят по 400 рублей прибыли в день, 300 рублей прибыли в день. Ну, то есть, на оплату электричества хватает, а дальше уже на этом, конечно, много не заработаешь. Потому что приходят асики, и эпоха асиков уже идет очень сильно. Поэтому это то, что отживает свое, постепенно будет уходить в прошлое. То есть, сейчас это будет переходить все на скриптовые валюты, а потом постепенно их с них тоже будет уходить, когда появятся асики для скриптовых валют. На этом все. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, чтобы быть много интересного. Спасибо за внимание.